В актовом зале 31-й школы собралось немало желающих поучаствовать в общественных слушаниях. 118 горожан посетили публичные обсуждения лично, 180 присоединились онлайн. Об устойчивом и планомерном развитии Нижнекамск-Нефтехима горожанам рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер компании Ирика Глямов. В подробном докладе он осветил все аспекты жизнедеятельности акционерного общества, от производственной до социальной. Первая градообразующая миссия по Нижнекамск-Нефтехим заключается и в количестве налоговых отчислений, поступающих в местный бюджет. Платежи группы компаний Нижнекамск-Нефтехима, а также подрядных организаций, работающих на наших объектах, в том числе и на новых инвестиционных проектах, в местный бюджет составят свыше 1,3 миллиарда рублей. Это почти 70% городского бюджета. Производство галобутилка Учуков в Нижнекамск-Нефтехиме запущено в 2004 году. По сей день компания – единственный производитель этого вида продукции в России. ГБК использует при изготовлении бескамерных шин, более экологичных и экономичных по сравнению с аналогами. При использовании таких шин сокращается расход топлива. Это одна из причин их популярности. В связи с возросшими потребностями рынка руководство Нижнекамск-Нефтехима приняло решение увеличить объем производства ГБК за счет сокращения выпуска бутиловых каучуков. Марат Хайров, директор завода БК, подчеркнул, что речь идет не о строительстве нового производства, а о переоснащении действующего. Технологии безостановочно бегут вперед, подгоняемые жесткой рукой маркетинга. Сотни и тысячи проверенных технологий и любимых народе технологий оказываются за бортом прогресса, уступая свое место новым решениям. Проектная мощность новой линии по выпуску галобутилка Учуков – 50 тысяч тонн в год. Общая мощность завода не увеличится. Расширение производственной площадки не потребуется. Реализация проекта подразумевает замену оборудования на современное, высокотехнологичное и экологичное. При переоснащении предусмотрено возведение современной установки выделения и сушки каучука с системой очистки отработанного воздуха от пыли. Галобутилка Учуков, как многие продукты нефтехимии, прочно вошел в нашу жизнь, улучшая ее и делая более комфортной и экологически безопасной, а также экономически выгодной. Начальник сектора охраны окружающей среды проектного института «Союзхимпромпроект» Татьяна Мишанин рассказала об экологических аспектах нового проекта. Демонтаж установки с частичным выводом из эксплуатации агрегатов сушки бутилка Учука позволит сохранить нулевой баланс по выбросам в атмосферу. Дополнительных воловых выбросов Нижнекамск-нефтехима при реализации проекта не возникнет. Проектная документация соответствует требованиям российского природоохранного законодательства. Воздействие на окружающую среду ожидается в пределах нормативных значений. Компания намеревается реализовывать проект при постоянном взаимодействии с заинтересованными сторонами. Представленные публике цифры и факты убедили собравшихся в безопасности предстоящего технического перевооружения завода бутилово-каучука. На все вопросы горожан докладчики дали подробные и обстоятельные ответы. По результатам голосования, в котором приняли участие 298 человек, 293 поддержали проект. На мой взгляд, исходя из рассмотрения этих материалов и полученных ответов, у меня нет никаких возражений или оснований для того, чтобы не поддержать этот проект. Если наши предприятия модернизируют свои производства, внедряют новые технологии, тратят на это огромные средства, то, конечно, это только польза всем – и городу, и горожанам. Реализация проекта благоприятно отразится на социально-экономическом развитии Нижнекамска. Будут созданы 66 новых рабочих мест, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты республики и города. Завершение реализации проекта запланировано на июль 2022 года. Хотелось бы сказать всем спасибо всем жителям Нижнекамска, что пришли, вы поддержали нас, свою социальную ответственность проявили. Результаты представителей Нижнекамских психимов удовлетворены. Действительно, судя по выступлениям горожан, видно, что люди видят, значит, то, что Нижнекамский психим действительно уделяет большое внимание вопросам экологии. Алья Шигапова, Ксения Баринова, Влас Тимагин, Марина Чернышкова, НМедиа.